Христос воскресе! Когда Иисус Христос проходил по Иерусалиму вместе со Своими учениками, то Он увидел одного слепого человека. А ученики, подойдя ко Христу, спросили, «Скажи, Рави, кто согрешил, Он или родители Его?» И Христос, отвечая на их вопрос, сказал, что не согрешил ни Он, ни родители Его. Но это для того, чтобы на Нем были явлены дела Божии. А далее Христос исцеляет этого слепого от рождения человека. И говорит удивительные слова. «Да коли Я в мире, Я свет миру!» Я хочу попросить всех вас, дорогие, запомнить эти слова. «Христос – свет!» Он сам о себе неоднократно говорил, «Я свет миру, и кто последует за Мною, тот никогда не будет ходить во тьме!» И действительно, ведь Бог дал свет Солнцу. Мы никогда не задумывались, почему оно светит. Потому что дал Бог свет Солнцу. Бог сотворил свет. И об этом мы читаем уже в первой главе книги Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидная и пуста, и вот в первый день Своего творения Бог творит свет». Он свет. И кто рядом с этим светом, тот обязательно освящается. «Да коли Я в мире, а Христос принял на Себя человеческую плоть, воплотился от причистой Девы Марии и стал одним из нас». И вот до той поры, пока Он находился с людьми, с которыми Он общался, которых учил, которым оставил свое учение для всех нас, Он является светом. Он является светом не только для наших глаз. Он является светом для нашей души. Он является духовным нашим с вами просвещением. И если мы не знаем Христа, то мы непросвещенные люди. Об этом говорил святитель Филарет Дроздов. «Что проку от всех познаний, когда при них мы и Иисуса Христа не знаем?» А ведь действительно, если Он свет, а мы не просвещаемся светом Евангелия, светом Христовой любви, то мы должны сказать себе честно, еще во тьме. Потому что свет – это Христос. И если в душе человеческой есть место Христу, значит, в Его душе есть место свет. Потому что Он свет. И душа просвещается. Если в народе есть место Христу, этот народ просвещается. Если в школе есть место Иисусу Христу, значит, эта школа просвещает своих учеников светом Христа, который сам сказал о себе «Я свет». И церковь вторит этому благословению Христову. Свет Христов просвещает всех. Если Он, как свет, находится в простой мастерской, там лад, мир, помощь ближнему, взаимодействие. Но если света нет в душе, там мрак. Если Христа нет в народе, там вражда, там ссоры, там войны, там раздоры, там место национализму и прочим всем порокам общества, в котором мы живем. Почему? Вот ответ. Потому что там нет Христа, там нет света. И люди сидят во тьме, и все несмертные до той поры, доколе не увидят свет, который воссиял для всех верующих во Христа. Там, где нет Христа, там нет света. И какой мрачной темницей становится без Христа больница. Нет упования, нет надежды, нет ощущения своего бессмертия. Человек болеет в ожидании смерти. А вдруг выздоровлю? А вдруг нет? Нет. Но верующий человек, который идет со Христом даже на операцию, он не такой. В его душе свет, в который он верит и знает, что во свете Твоем, Господи, я обязательно увижу свет. Какой мрачной темницей кажется без света Христова тюрьма, где не просто люди сидят, отсиживают свой срок, но мучаются, творят еще большее зло и, не исправляясь, выходят снова в мир, это зло продолжают. И там, где в тюрьме есть часовня, есть место Свету, есть место Христу, там собираются люди, там приходят заключенные и молятся к Господу, и каются, и желают, и они об этом сами говорят, а нам приходится посещать заключенных с пастырскими визитами и с пастырским окормлением, и мы говорим с этими людьми, и они говорят, «Батюшка, я оступился, я ошибся в жизни, но Христос просветил меня, и я, если выйду, я уже никогда не возвращусь на путь греха». Каждый из нас может убедиться в подтверждении этих слов. Когда в моей душе не было Христа, во моей душе был мрак, а когда Он воссиял, я увидел свет. И каждый может об этом сказать. Потому что без Христа нет света, без Христа мы еще во мраке. Поэтому, дорогие, мне сегодня хотелось бы, поздравляя вас с этим воскресным днем, пожелать вам жить в свете, а значит жить со Христом, чтобы Христос был в нашей жизни, чтобы Христос был радостью для каждого воскресного дня, который собирает нас в храмах Божьих, чтобы Он был радостью на утренней молитве и всей семьей, собираясь на молитве вечером, чтобы со Христом мы начинали трапезу, чтобы благодарили Господа, когда насытимся, чтобы всегда Христос, как свет, освещал наш с вами жизненный путь. Вот тогда во свете Твоем узрим свет. И в этом свете мы увидим свет Пасхи Христовой, который никогда не угасает. А значит уже здесь, на земле мы начинаем жить в этом вечном и никогда неугасимом свете. А потому и так радуется наше сердце, когда слышит это вечно живое и жизнеутверждающее поздравление. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос и нам даровал живот вечный. Аминь.